Уважаемый Давид Владимирович, уважаемые коллеги, я благодарен, что сегодня мне выпала честь не только присутствовать здесь, в училище Олимпийского резерва, кузнице кадров, как мы уже узнали, но еще и выступить с сообщением, на мой взгляд, актуальным всегда, потому что подготовка кадров для наших образовательных организаций, естественно, является приоритетом. Но сегодня поднята очень важная тема, поднята тема идеи олимпизма, олимпийского движения, она актуальна будет всегда. Но в последнее время почему-то ходит какое-то странное суждение о том, что принципы олимпизма трансформировались, изменились, к ним какое-то совершенно другое отношение. Вот отношение, наверное, другое, но принципы не изменились и не трансформировались. Принципы олимпизма сформировались, как мы знаем, очень давно, еще в Древней Греции, и все эти принципы основаны на принципах состязательности. Поскольку... А здесь можно мне листать, да? Да, я, наверное, неправильно листил. Я буду тогда сам листать, прошу, извините. Потому что эти принципы основаны на состязательности. И мы все с вами прекрасно знаем, что древнегреческая культура, очень интересная, многогранная, важная культура, пронизывала все сферы жизни древних греков. И, собственно, люди, которые обладали высокими физическими возможностями, обладали еще рядом других возможностей, которые позволяли им быть первыми. И человек всегда... Пытаюсь... Пытаюсь справиться с техникой. А, колесиками. Все, справлюсь. Человек всегда стремился к совершенству. И любой принцип состязательности, который мы знаем, диктовал стремление человека к совершенству. Единству духа, красоты, тела, среды обитания. В своих позже уже математических исследованиях великий Леонардо да Винчи записывал не только пропорции человека, но и пропорции всего творения на Земле. Он писал, древний человек был миром в миниатюре, поскольку человек состоит из земли, воды, воздуха, огня. Его тело напоминает микрокосмос Вселенной. Так вот, сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать на то, как принципы олимпизма формируют современного молодого человека. Формируют его физически, духовно. Готовят его к непростой жизни в том мире, в котором мы сегодня с вами оказались. Ну, вы знаете, что определенные обстоятельства нам сегодня подливают, так сказать, масло в огонь, и мы начинаем уже рассуждать не только об повседневной жизни, но и о том, какие предстоит нам пережить невзгоды и трудности, если вдруг они нас ожидают. В свое время великий Ерде Кубертен, когда возрождал в XIX веке Олимпийские игры, утверждал эти принципы, возвел гимн прошлому, настоящему и будущему. И мы знаем, что, сложившись в исторических условиях, принципы олимпизма выступают вызовом и драйвером развития всех государств, обществ, каждого человека в частности. Олимпизм — это философия, которая отражает развитие человеческой мысли и находит свое практическое применение в образовании человека, вернее, для человека. Обладая высоким интеллектом, личность должна подтвердить свои позиции в обществе физическим совершенством. Всегда это было. И идеалы, сложившиеся в реалиях нашего современного общества XXI века, мы видим в этих идеалах, что не только духовное развитие, но и физическое развитие важно для того, чтобы человек был в жизни успешен. Сегодня многочисленные исследования показывают, что для того, чтобы быть успешным, человек должен обладать определенными способностями. Новый быстро меняющийся мир задает новые тренды. В новой экономике, цифровой экономике, человек должен жить в условиях многозадачности. И мы знаем, что через какое-то время произойдет то, чего мы, в принципе, с вами знаем из статистических данных. 50% нынешних профессий могут исчезнуть. 25% рабочей силы будут составлять в 2025 году те люди, которые сегодня учатся в университетах. И это значит, мы с вами должны понимать, что эти люди должны обладать очень высокими способностями и навыками. Гибкостью мышления, креативным сознанием, гуманитарным ценностям и другим вещам, которых нас учил тот самый великий Пьер де Кубертен. Кто же такой сегодня вот этот человек, который будет конкурентоспособен на рынке труда и в социальной жизни современного мира? Мне кажется, что ничего того, что сегодня ждут от спортсмена, того, что мы ждем с вами, готовя наших чемпионов, не будет претить тому человеку, который будет добиваться успеха в современной экономической жизни. От него также будут ждать лучшего результата. Он также должен будет оправдать доверие в команде. Его задача обойти конкурентов, ему предстоит преодолеть законы природы даже тогда, когда в его природу никто не верит. Мы с вами все эти принципы соблюдаем при подготовке наших воспитанников. И мы с вами именно в эти принципы закладываем успех их будущего. Таким образом, мы с вами понимаем, что современный конкурентоспособный человек имеет атлетический профиль. То есть это тот человек, который способен делать то, что многие другие люди делать не могут. Просто лишь потому, что он способен выходить за грани возможного, за грани стресса. Его профиль решатель, с одной стороны, но с другой стороны, он обязан эффективно работать в стрессе, уметь восстанавливаться. У него должна быть универсальность во всех действиях, которые он совершает. Именно такой человек будет конкурентоспособен в современной социальной жизни. Казалось бы, все эти вопросы необходимо закладывать с самого детства, еще в школе, а может быть даже до школы. Но в 2018 году проведено совместно благотворительный фонд Сбербанка, провел одно очень интересное исследование в разных странах. И в частности в нашей стране частью этого исследования были учителя школы, которые порассуждали на тему, должна ли школа отвечать за то, чтобы ученик умел применять полученные знания повседневной жизни. Вот перед вами есть такая интересная таблица, когда учителя физической культуры сказали, только 24% учителей физической культуры сказали, что их предмет в жизни пригодится школьникам. Мне кажется, что это какая-то очень странная тенденция. Более того, она какая-то не очень понятная. Потому что физическая культура, предмет, школьный предмет, он все-таки должен как раз и воспитывать те самые навыки, о которых мы с вами говорим. И в свое время известный немецкий ученый Рональд Науль назвал то, что сегодня происходит в современном мире, тотальной гармонизацией. Когда компетентностная модель личности основывается на концепции его развития через физическое, личностное и психо-социальное развитие, и она очень сильно корреспондируется с компетентными навыками, которые несут сегодня ему, человеку, успех. Это так называемые soft skills, которые мы с вами понимаем. Когнитивное мышление, умение работать в команде, возможность выходить за грани стрессоустойчивости и возможность выходить за грани того, где можно сделать достаточно большие и интересные проекты. Вот в настоящее время, конечно, мы с вами говорим и о некой кадровой перезагрузке, когда от образования по факту мы переходим к запросу на образование. Мы давно понимаем, что вместо зубрежки, которая постоянно присутствовала в образовательной системе, мы должны перейти к умению учиться. И в условиях современного мира от линейных задач мы все переходим к условиям многозадачности. Это имеет место во всех сферах деятельности, независимо от того, какой профессией хотел бы человек обладать. И отсюда возникает, на мой взгляд, очень простая и понятная гипотеза, что воспитание и образование, основанное на тех принципах олимпизма, о которых мы с вами обсуждаем, сегодня обсуждаем, о которых мы с вами говорим, будет способствовать формированию тех самых компетенций и науков 21 века. Современный федеральный государственный образовательный стандарт, который называется 3++, мы с вами понимаем, что это новая форма вообще организации образовательного процесса, универсальной компетенции своей подразумевает способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Это серьезный вызов системе, системе образования, системе спорта. Мы сегодня видим, как на улицах Москвы все больше и больше появляется людей, сообществ, которые занимаются физической культурой и спортом. Во всех корпорациях, практически приличных корпорациях, уже введены в качестве норм занятия в секционной форме, в клубной форме, занятия спортом и физическое и спортивное совершенствование. Это вызов жизни, это тенденция, которую мы сегодня с вами наблюдаем. Завершая свое небольшое выступление, мне, конечно, хотелось бы еще раз, благодаря всех присутствующих, сказать, что система среднего профессионального образования, система высшего образования тесно связана. Непрерывность образования, продиктованная временем, необходимость непрерывности образования, продиктованная временем, говорит нам о том, что те компетенции, которые мы закладываем в наших учеников, должны приращиваться на разных уровнях образования. Ну и мне, конечно, вдвойне приятно говорить об этом, находясь в шаговой доступности от училища Олимпийского резерва номер один. Я надеюсь, что мы выстроим тесные взаимоотношения с училищем и будем рады различным взаимовыгодным и интересным проектам. Большое спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Александр Девардович. Безусловно, вы являетесь следующим этапом.